В субботу 17 февраля на выставке «Моторы войны» состоялся интерактивный показ полугусеничного грузового автомобиля ЗИС-33. Официально машина, ставшая героем интерактивного показа, именовалась ЗИС-33. Но на самом деле гусеничный привод разработан не в Москве, а Харькове. Занимался разработкой гусеничного привода для ЗИС-5 конструкторский отдел завода номер 183, который, помимо танков, разрабатывал еще и тягачи. Получившаяся конструкция была похожа на немецкую только концептуально. Можно смело говорить о том, что это отечественная разработка. Уже дальше выпуск ЗИС-33 спустили на завод имени Сталина в Москве. Далее разработку завода номер 183 адаптировали на ЗИС. Руководил работами Борис Фитерман. Результаты испытаний оказались неоднозначными, тем не менее ЗИС-33 был запущен в серийное производство. В общей сложности изготовили около 4500 грузовиков, но уже к концу 1940 года на ЗИС-33 сгустились тучи. Из частей, куда направлялись эти машины, пошел вал критики. Грузовик получил прозвище «Вездестоя», поскольку новая ходовая часть не соответствовала двигателю. Аналогичной критике подвергался чисто гусеничная версия ЗИС-22. Причина все та же, недостаточно мощный двигатель. При проведении полигонных испытаний летом 1940 года выяснилось, что гусеничные цепи Оверал, установленные на ЗИС-6, дают едва ли не лучшую проходимость, чем ЗИС-33 и ЗИС-22. Поэтому к 1941 году выпуск этой машины прекратился. Подавляющее большинство ЗИС-33 переделывали обратно в ЗИС-5. Для этого снимали и выкидывали элементы новой ходовой части. Часто о том, что это бывшая полугусеничная машина, указывала только лыжи в передней части автомобиля. Она обеспечивала более надежное движение по снегу. Такая судьба была у этого грузовика. В лесу нашелся полный комплект ходовой части, а также рама с лыжей. Благодаря работе мастерской Евгения Шаманского возродилась машина, которых еще не так давно не было ни в одном музее или частной коллекции. В основе ЗИС-33 лежит самый обычный грузовик ЗИС-5, на который установлены съемные элементы. Впереди можно видеть лыжу, которая прикрывает мотор. Это первый признак, что перед нами полугусеничная машина. В отличие от немцев, у нас использовали классическую гусеничную схему с ведущим колесом. Для повышения длины контакта с поверхностью, опускалась сдвоенная тележка. Если немцы использовали резинотканевые гусеницы, то у ЗИС-33 они цельнометаллические. Зацепление шло при помощи колес. Простота обернулась проблемами. Во-первых, с зацеплением гусеничных лент были проблемы. Во-вторых, при плохой балансировке задних колес, гребни траков начинали жевать покрышки, что спустя уже несколько десятков километров приводило к поломкам. В-третьих, расход топлива на снежной целине достигал удручающих значений, до 470 литров на 100 километров. И, пожалуй, самое главное, что грузовик мог вести лишь сам себя. Сама по себе идея съемного полугусеничного привода никуда не делась. Ее можно встретить и сегодня. Как правило, нужна она для специфических условий, а самой правильной идеей стал полный привод. После того, как полноприводные грузовики с колесной формулой 6х6 стали массовыми, полугусеничные машины почти полностью исчезли.